Всем привет! Меня зовут Алена. Я очень рада видеть вас на своем канале. У меня пришло время начинать новый раунд игры. И давайте же возьмем первое задание. Сейчас пока для старта, для красивой картинки перед вами финиш предыдущей недели. Пугало свой путь завершила. Работа готова. Из игры она выходит. Уже переехала фотография в конверт с финишами 24 года. Ой, это прекрасно. Я пела уже вам дифирамбу в прошлом видео. Повторяться, наверное, не буду, но работа получилась просто потрясающая. Повторяться не буду и опять по новой. Ну, ладно, ладно. Вы видите сами, какой милашка у меня получился. Все, давайте быстрее брать задание. Узнаем, что я буду сегодня вышивать. Пластиковая основа. Пластиковая основа. Слушайте, а у меня только вообще не ожидала. Не ожидала. Наверное, это вместо пугала. Да, шестой процесс, потому что без пугалов осталось пять. Пластиковая основа, если я ничего не перепутала и не забыла, у меня только мой домик. Домик от... Слушайте, а вот это можно считать пластиковой основой? Я вообще думала про жар птицу. Сейчас мы до него дойдем. Где у меня этот домик? Потому что это единственный... Вот он, в самом конце. Вот он, мой домик пряничный, двусторонний от жар птицы. Я почему-то при слове пластика, конечно, сразу подумала о нем. О нем. Хотя сейчас я вышиваю... Так, ладно, потом уберем. Значит, в качестве кухонного процесса у меня вот эта работа лежит. Я ее периодически вышиваю. Даже вчера как раз вышивала. Мы начали смотреть новый сериал. Триггер. Он такой... Он не такой милый и добрый. Он вообще не милый. Вообще не добрый, но... Заинтересовала. Поэтому, знаете, я так смотрю. Я туда не смотрю. Я смотрю вышивку, чтобы не видеть все, что там происходит. Так, иногда поглядываю. И как раз таки хорошо вот эта работа вчера повышивала. И вот я теперь даже не знаю. Я-то думала, что я вышью... Так вот, в кухонном варианте, да? Мимоходом вот эту работу. И потом туда возьму... Жар-птицу. И еще думала, что... Ну, Жар-птица-то посложнее. Я ее вообще вышиваю по саге. Вот это по бумаге. Там все по прямой, по прямой. Легко просто. Кубики, ромбики. Ромбиков нету, ладно. Кубики, прямоугольнички. Все без проблем по бумаге вышивается. Вот это по бумаге вышивать было бы сложнее. И я правда думала, как бы мне это все потом приладит. Слушайте, может это действительно отличный вариант. Я возьму эту работу сейчас сюда в игру. И мы ее с вами дошьем здесь. Ну-ка. Так, дом-пряник. Вот он, мой домик-пряник. То, что я вышивала когда-то у ребенка на занятиях. Да? Вот он. Жар-птица. Ну, собственно, превью у вас и так было. И вот то, что у меня было вышито. У меня полностью вышит коричневый цвет. И я начинала белый. Слушайте, правда, давайте возьмем его. Действительно, я оставлю вот этот домик, который я в час по чайной ложке вышиваю. По прямой иногда. Я оставлю его на кухне и буду там также потихоньку продолжать вышивать. А вот это, к тому же, домик, я не знаю, там крестиков будет как-то совсем немного. Я даже не подписала. Ай-яй-яй, даже не подписала, что у меня там. Хотя, наверное, знаете, почему не подписала? Потому что я вышиваю это по парадайзе. Мне надо было на телефон что-нибудь поставить, чтобы с собой носить. Я поставила парадайз. И вот этот домик, это единственная работа, которую я там вышиваю. А все остальное у меня на планшете в саге. Ой. А я в парадайзе не умею ничего. Я сейчас думала, где же вам сказать бы, как узнать-то сколько крестиков? Где это найти? Вот, я нашла прогресс. 19 и 55. То есть, считайте, почти пятая часть работы вышита. А где я теперь найду сколько крестиков? Ой, вот честно. Нет, наверняка это где-то прям легко. И просто все, все-все смотрится, все делается. Масштаб, стиль. Давайте я вам потом скажу. Я пока только вижу, что у меня 655 крестиков белым цветом надо отшить. Кстати, ладно. Я найду, что там с крестиками. Мне кажется, около 5000. Где-то же у меня должна была быть... Ой, где-то же должна была быть эта информация. Я же хоть что-то... Хоть что-то, хоть где-то. Это я считала. Пряничный домик. Вот, нашла. 5816 крестиков. Где-то, значит, я в Парадайзе все-таки находила эту информацию. А может быть, загнала схему в сагу. Не знаю. Не важно. Так. Что я вам сказала? 655 крестиков белым цветом. Вот, отлично. Давайте это и будет моей целью. Вот они, белые крестики. Я тогда вышивала коричневый специально для того, чтобы получить схему, да, координаты. В общем, такой общий как бы вид, общий план всей работы. И теперь все остальные цвета очень-очень легко сюда будут как бы нашиваться. Я бы, возможно, даже начала с более мелких, да, какие-то вот отдельные цветные туда повставлять. Но так как это все было на ходу и на руках, я наоборот выбирала цвет, чтобы был побольше, попроще. Один, да, нитки одни взяла и вышиваешь. Потому что, напомню вам, ой, вопрос с нитками. Нитки здесь неизвестно какие, непонятно какие. Мы с вами пришли к выводу, что, скорее всего, ПНК. Но они прямо совсем, они прямо совсем сухие. Вот видите, мне даже приходилось, приходится и будет приходиться снимать вот так целиком весь цвет. Потому что вытянуть нитку вот так невозможно. Просто невозможно. Они, ну, они совсем, они никуда не движутся, они цепляются друг за другом. То есть в процессе вышивки уже вроде как бы неплохо. Это что? А это вот, наверное, я так, вот, да, ниточка оставшаяся. Ну, в общем, с нитками здесь большие проблемы. Я думаю, что в итоге, как это получится, будет хорошо. Вопрос в том, насколько комфортно или в данном случае некомфортно это вышивать. При этом, вспоминая своих снеговичков и единорожку, я вообще не помню, и четырех, или подождите, трех, сколько я динозавров, три что ли вышила? Да, по-моему, три. В общем, нигде я не помню таких проблем. Но тут то ли более новая комплектация, но что-то как-то, в общем, нитки меня совсем расстроили. Поэтому, да, вышивка исключительно по цветам. Вот так вот сняла, вышила все по всей работе. Забыла про этот цвет, принялась за следующий. Раз белый уже начат, значит, идем белым цветом. А потом, наверное, как я люблю, по цветам я всегда стараюсь вышивать от меньшего к большему. Так и пойдем. Но для начала план минимум – это весь белый цвет на обеих частях работы сразу. Задание выполнено. Я пришла показать вам 655 белых крестиков. Вы, возможно, их не видите, но на самом деле они здесь есть. Это, конечно, такое оказалось. О, вот так видно, смотрите. Здесь смотреть наискосок, то прекрасно все видно. В общем, оказалось, это мероприятие, честно говоря, неожиданно трудное, неожиданно сложное. Действительно, эти крестики, вот хоть прям так стой и держи, в общем, все время рассказы, да, чтобы вы это видели. Но, конечно, ладно, посмотрели. Вы убедились, вы мне поверили, что крестики, они там есть, они мне не привиделись и не примерещились. Теперь можно немножко поговорить и, не знаю, пожаловаться, поплакаться. Какое здесь выбрать подходящее слово? Потому что, действительно, это самое сложное вообще задание, которое я, не знаю, в последнее время выполняла или что-то еще. Это даже не задание, задание-то простое, да, просто самый, сам не знаю, что, самый сложный цвет, самый сложный процесс. В общем, как-то все одно к одному сошлось. И дело все в том, что меня этот процесс, мне впервые такое было, усыплял. Он просто усыплял до невозможности. Я начала эту работу в понедельник вечером, не сильно поздно, не ночью, вот когда там уже нет вечера, но что-то как-то не особо быстро пошло. То есть я вышиваю, я понимаю, что я устала, хочется спать, закрываются глаза. Я думаю, странно, я вышила, там буквально 100 крестиков. Да, это, конечно, вечер, да, у меня днем ушло достаточно много времени на съемку, на монтаж видео. У меня просто получается, да, что я вышиваю последнее, там, дошиваю задание вечером в воскресенье, соответственно, утром понедельник. Это финальная часть съемочная, потом это монтаж. И в идеале, если у меня все удачно складывается в 10 утра во вторник, вы видите очередное видео. Но если не видите, значит, как клячь, в анекдоте, которая не шмагла. Вот, значит, оно выходит чуть позже, но я стараюсь в понедельник все вот эти дела, связанные именно со съемками, с монтажом, все завершить. Так вот, да, конечно же, там были потрачены силы, были приложены для этого некие усилия, но не настолько же, чтобы вот прям так устать. Странно, конечно. Я сначала как-то не придала этому особого значения. Мне, ну, ладно, ну, что такого, может быть, еще то, что в руке держала, да, у меня нет вот этих пялец, хотя я сейчас думаю о том, что надо бы, наверное, все-таки купить вот эти рамочки с магнитиками. У меня просто не так много пластика, я его как-то редко вышиваю, хотя сейчас у меня появилось два набора от Lady Stitch, я вам, не знаю, может быть, в итогах зимних покажу. Ну, ради нескольких наборов как-то затевать отдельное видео не хочется, где-нибудь обязательно покажу. У них много есть наборов на пластике игрушек, и вот парочка у меня есть, то есть, по идее, пластиковые работы еще в теории у меня могут появляться, поэтому, наверное, действительно нужно обзавестись какой-нибудь хотя бы одним средненьким размером рамочки, возможно, тогда дело пойдет получше, побыстрее и попроще. Думаю, ну, ладно, устала так устала, спать пойду как бы. Что тут такого? Встану во вторник утром, то есть, если я вышила там 100 с чем-то, у меня оставалось там 500 с каким-то тоже небольшим хвостиком. Я сразу, конечно же, решила отшивать весь цвет целиком, уж сразу его из работы вышить, тем более там 600, сколько я сказала, 655, это ненамного превысит 500. Думаю, ну, как раз ровненько все мое задание. Утром во вторник встала, бодра, весела, значит, села отшивать эти крестики, и вы знаете, что сейчас у меня 7 часов вечера. И вот я только сейчас их закончила, правда, довышивала, сразу побежала отчитываться с подруги. Она тоже говорит, куда ты пропала? Нету и нету, такое задание вроде, ну, вроде как бы небольшое, но вот оказалось вот так. Так дело все в том, что я засыпать за этим процессом стала даже утром во вторник. То есть только буквально встав с кровати, ну, буквально, конечно, ладно, это я утрирую, но понятно, в общем, когда там утром освободилось время, и я уже села вышивать эту работу, но опять хочется спать. У меня было просто, знаете, жутко какая-то, знаете, зеваешь, вот настолько просто раз и закрываются глаза, как будто не спишь уже, не спала двое суток, не можешь никак этому сопротивляться. И, ну, не настолько, что, знаете, слегка подустала, как-то так тихонечко позевываешь, элегантно прикрывая, значит, там, пальчиками рот. Нет, это вот до такой степени, что просто челюсть уже выворачивается от этих зевков, и невозможно, невозможно ничего с этим сделать. Я пошла спать, что на меня вообще совершенно не похоже, но настолько мне это думала, ладно, у меня есть там 15-20 минут, просто лягу прикорну. Заснуть я не заснула, потому что, как только я вышивку откладываю, бодрость духа ко мне возвращается. Сходили по делам, на улице там ходили, погуляли, солнышко, классно, все, опять я, значит, бодрая, счастливая сажусь, думаю, ну, сейчас у меня к этому моменту, вот к вечернему моему последнему подходу, ой, уже оставалось там прям меньше 200, 180, может быть, 190, но, в общем, цифра точно была меньше 200, и вот эти 200 несчастных крестиков, они тянулись, тянулись, и вот только-только сейчас закончились. Причем они закончились, и я опять бодрая, весела, я уже в предвкушении, говорю, давай, следующее задание, уже нужно от этого всего, в общем, как-то развеяться. Абсолютно не ожидала, не знаю, что такое. У меня единственное, что еще в жизни сейчас бывает, вызывает такую реакцию, то есть автоматически прям, понимаете, кнопка отправиться спать. Это когда я начинаю читать вслух. Ну, тут уже, видимо, рефлекс, потому что уже на протяжении, там, сколько их, десятка лет, да, каждый вечер, днем, детям на ночь читаешь, одному, второму, этот полумрак, вся такая сонная обстановка, и, наверное, действительно уже просто выработался рефлекс, потому что бывало, когда дети просили днем почитать, я сажусь, один абзац, и все, и я опять начинаю через слово зевать. Все, это какая-то же невозможная такая реакция организма, но может потом вырастут, я, ну, не может, да, конечно, когда-то не вырастут, и читать перестану, в общем, как-то, как-то организм от этого перестроится, да, но вот с вышивкой у меня такое было впервые. Я иногда устаю, я не знаю, ну, на том же, на каком-нибудь много... да, ну, все, я уже заговорилась, на многоцветке, да, на водолее, там, много одиночек, ну, устала, там, ковыряться в этом все, бэка много, тоже можно от этого устать, ну, понимаете, устать, а не засыпать и не зевать над работой, в общем, я в совершенно каком-то таком непонятном состоянии, ну, я рада и счастлива, что все, я надеюсь, что это, вот, наверное, сочетание, может быть, не очень удобно, что я держала, подустала рука, что белое по белому, хотя при этом, посмотрите, насколько тут на самом деле приятные, как вот их назвать, ну, не формы, да, области зашивки, посмотрите, с одной стороны, это не просто сплошняком, там, 20 на 20, знаете, штопаешь, как машинка туда-сюда, нет, вот, есть как бы, это фигуры, при этом крестики один за другой цепляет, ну, песни, посмотрите, просто песни, вон, шьешь эти бортики, даже вот эта дверь, раз, ниточка, ей же два, одной ниткой все вот это вышло, прекрасно, просто прекрасно, именно с точки зрения схемы, но, ну, просто какой-то кошмар получился, ладно, давайте, правда, верить и надеяться на то, что это была просто какая-то такая неприятная магия белого цвета, и потом в дальнейшем все будет хорошо, потому что, на самом деле же, снег-то еще продолжается, но там уже все серые нитки, и, по-моему, здесь даже на превью тоже это видно, то есть это как тени, что ли, на снегу, а потом все, смотрите, какое ярко, какое сочное, какой здесь бантик будет, какая елка будет классная, мне кажется, вообще прямо здорово должно быть, но, да, вот, вот так вот получилось, кстати, я посчитала, мне до конца 4024 крестика, и сейчас уже почти 31% готов, и не нашла, вы знаете, что, если кто-нибудь из вас по Парадайзу вышивает, я не нашла, где там смотреть остаток крестиков, то есть я нашла, где посмотреть полную сумму, я нашла, где посмотреть, сколько вышито всего, а вот остаток, как Сага считает, или Парадайз вообще так не считает, не знаю, вот там, 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 везде потыкала, нигде не увидела, поэтому, если что, напишите, пожалуйста, если вы этой программой пользуетесь, ну, а мы, наконец-то, с вами переходим к следующему заданию, сейчас мы прочитаем, причем, знаете, подруга даже, наверное, меня пожалела, она мне следом за заданием написала, говорит, знаешь, если, ну, задание, она, видимо, заранее как-то продумывает, я не знаю, все, или, может быть, там, просто несколько вперед, и даже написала, что, в общем-то, если будет какая-то сложность с выбором процесса, и опять где-то мне попадется белый цвет, то у меня есть право попросить новое задание, дабы не продолжать вот такие, такие страдания, но я думаю, что все будет хорошо, все будет прекрасно. О, колыбельная! Ну, так это же, ой, это вообще прелесть, прелесть прелестная, похоже, там и цвета белого нет, нет, он, может быть, есть, но вполне возможно, он на ягненке и закончился. О, это так здорово! Я прям рада! Вы знаете, честно, я когда вот сейчас дошивала, сидела, сейчас пока буду доставать, да, дошивала, нет, там еще помольше, дошивала, там, ну, какие-то последние уже вот эти крестики, я уже думала, ну, вот какое-нибудь задание, может быть, оно сейчас будет сформулировано, что-нибудь типа там, отдохни, расслабься, выдохни, в общем, как-нибудь себя порадуй, и я честно, я думала именно про колыбельную, потому что, во-первых, очень хочется вышивать, во-вторых, здесь достаточно простые, то есть это там не буквы, я вот буквы немножко опасаюсь, но вот эта центральная картинка, она вышивается достаточно просто, легко, и я подумывала, ну, может, как-то попросить, нет, с одной стороны, конечно же, можно, это никакие не железные там правила, которые нельзя нарушить, я не думаю, что подруга мне откажет, скажет, нет, ни в коем случае, вот только то, что я сказала, вышивай, я думала, можно, я попрошу процесс по выбору, и я собиралась выбрать именно колыбельный, ну, вы представляете, как, вот как все совпало, ой, просто, вот, это прекрасно, так, я зависла, мне помимо же еще фотографии нужна сага, куда я делась вот планшет, сага, вот, а сага мне нужна, чтобы посмотреть, что там приблизительно будет по крестикам, у меня, конечно, белого, а, ну, может быть, манжеты, может быть, за это подружку переживала, что там манжеты белые, потому что, ой, это я в экран попала, в камеру, чтобы не было бликов, так, у меня вышит ягненок и вышито полностью платье, вот, именно розовые все оттенки, у меня, по идее, дальше идет шаль, но так как я как-то последовательно всегда вышиваю, если нет необходимости куда-то прыгать, я и не прыгаю, соответственно, получается шаль, манжеты, вот, за это, возможно, она переживала, что и то, и то светлые, но нет, у меня тут совершенно нет никаких в этом плане сомнений, руки, малыш и, собственно, девушка, вот, я сейчас нацелена на то, чтобы закончить всю девушку целиком, но это я так предполагаю, давайте сейчас посмотрим, что там, что там будет в крестиках, 49% уже готовы, ну, как раз мы где-нибудь с вами и перешагнем, я надеюсь, за экватор, сколько осталось? 4500, 4500 осталось до конца, так, и сейчас вот давайте, да, тут белого только в манжетах совсем капля, а все остальное совсем даже не белый цвет, так, я, чтобы сильно долго вас не задерживать, примерно так обведу, понятно, что у меня там домик еще немножко присоседится, но хотя бы приблизительно, в этой всей части, вот в этой девушке с малышом и все, что я вам описала, 598 крестиков, понятно, там есть еще бэк, там есть еще и кисточки вот эти на шарфике, но давайте, вообще это отлично, то есть, как минимум, вышив все крестики, я выполню это задание, будет желание, настроение продолжать, я, конечно, продолжу с бэкстичем, с тем, ой, кстати, ножку нужно будет дошить, не забудьте, у меня есть туфелька, у меня есть платье, нужно вышить ножку, я тогда помню, не стала шить, ну, потому что одним цветом же, да, кожа, вот, чтобы разом это все сделать, так вот, вот здесь тоже, когда все зашьется, сразу выполнить, как на пугале, сразу сделать бэкстич, потому что его здесь много, внутри много, но вот тот самый любимый, а, вот здесь не сможем, здесь не сможем, потому что, то есть, внешний бэк не получится, потому что тут нет травы, ну, в общем, что получится, Если будут силы и настроение, то снаружи не будет внутри что-нибудь одним словом. Берусь за крестики, а там уже как пойдет. Давайте вот так по центру и посмотрим, какая красота будет ждать нас в следующем кадре. Задание выполнено. 927,5 крестиков у меня получилось. И все, что хотела, на данный момент я на работе вышла. Посмотрите, теперь в крестике мама, малыш, центральные все эти фигуры готовы полностью. И достаточно много бэкстичей я тоже смогла сделать. Ягненок полностью, потому что он попадает именно во внутрь отшитых крестиков. Немного подчеркнула эти складки на платьях. Манжеты, шаль. Я думала, что мне удастся сделать вот здесь такие из двух нитей будут кисти висеть. Но оказалось, что буквально там 2 или 3 они идут из самого края шали. Ну и смысл как бы сделать все, а потом ради двух еще крепить нитку, конечно же, не хотелось. Думаю, ладно, когда уже вот здесь что-то будет зашито, когда буду завершать бэк, то потом это все сделаю. Приготовилась с левой стороны. Видите, даже маленький вот этот краешек травы тоже зашила. Думаю, вот хочу, хочу по контуру эту юбку. Ну нет, оказалось, тут опять уже близко забор, там дальше дом. Думаю, ладно. Начать новую нитку. Мне как раз все там позаканчивалось. Начать новую нитку, там прошить пару десятков стежков и опять ее где-то крепить, завершать не хотелось. Так что пока вот так. Не знаю, насколько это заметно на видео, да мне кажется и не на видео, не очень заметно, но смысл в том, что здесь два цвета бэкстича, оба коричневые, но один он все-таки чуть бы оба темно-коричневые, да. Да, но один чуточку более светлый, он в основном используется на руках, на лицах, вот здесь где-то на верхней части ягненка, вот такое разделение, а нижняя часть ягненка, складки, вот эта вся одежда, волосы мамы. Это уже такой прямо темно-темный, черно-коричневый, не помню какой там номер, но действительно издалека вот так смотришь вполне себе, как черный цвет выглядит. Конечно, меня заставили потрудиться и попотеть лица и руки. Но давайте, наверное, начнем с рук. Я сделала, что смогла. Вы знаете, я теперь с гораздо большим пониманием отношусь к норе и, в общем-то, я понимаю, не всем дано рисовать красивые руки. И даже дело не в том, что рисовать. Рисовать-то можно на схеме все что угодно, вопрос, как это еще все потом вышить. Ну вот давайте посмотрим на превью, насколько нам это качество позволит. Здесь более такая, как мне кажется, грубая получается вот эта вот ладонь, да, как-то снизу, но тем не менее, тем не менее, все-таки пальчики есть, все там есть, потому что мне кажется, что с схемой не очень там совпадает отшив. То есть, посмотрите, здесь прям вот этот палец, ну, совсем он был, совсем огромный. И плюс еще я вот вышила сначала именно так, как по схеме, никак не могла понять, что тут за одна рука от другой не отличается. На самом деле просто забыли, вот здесь забыли нарисовать бэк, который я, в общем-то, по обложке восстановила. Восстановила. Несколько раз, да, я перешивала эти пальцы, все хотела сделать их как-то более изящными, при этом не острыми, потому что у меня они поначалу, то есть, когда я вышила все вот толстые такие квадратные, мне понравилось, естественно, распорола. Стала вышивать более тоненькие, но слишком, наверное, переборщила. И они, знаете, как-то с таким прям, ну, как будто у нее маникюр такой, острая форма, прям очень сильно, в общем, заозила, тоже распускала. Но что-то как-то вот вроде, особенно если не рассматривать под лупой, мне кажется, получилось неплохо. И лица. В лицах тут вроде бы все было нормально по расположению крестиков. То есть, если тут у крестиков по расположению стежков, если здесь в руках я прямо сочиняла, что куда, какой стежок сделать, то лица мамы и малыша я вышивала точно по схеме, но на схеме-то нарисовано красиво, а в жизни не все это укладывалось именно ровно, потому что вот эти крохотулечные, вы видите, да, вот по отношению к крестику, какой вот здесь вот крошечный стежочек, у меня больше всего вот нос, эти два микроскопических стежка, вот этот носик-кнопочка еле-еле получился, потому что раз за разом стежки туда просто, они просто проваливаются между крестиками, а начинаешь наслаивать, он наоборот как-то слишком вылезает. Маме рот я перешивала несколько раз, мне все не получалось. Знаете, то грустная какая-то ровная такая получается линия, то наоборот слишком задранный вот верх уголок губ, как будто она там хихикает. Ну, в общем, мне кажется, в итоге получилось, ну, получилось такое вот умиротворенное какое-то выражение лица, в общем-то, у каждого из героев, плюс здесь еще, как вы видите, нет внешнего бэкстича, потому что, понятно, будут продолжаться крестики, и лицо вот здесь, когда завершится, я думаю, что все-таки будет даже еще симпатичнее выглядеть, вот, но, в общем и целом, мне очень нравится. Видите, даже шторки одни вышло, ну, потому что один цвет прямо рядом были крестики, как же я их брошу? Конечно же, нет. И какие цвета красивые, посмотрите, да, если вернемся к превью, да, там какой-то такой серый плед и, наверное, да не кирпичный, но какой-то буроватый такой несколько цвет платья, а у меня все такое прям нежно-розово-сиреневое, ну, прям, я люблю-люблю. Надо будет теперь действительно подумать, какой бантик, вот, видите же, здесь есть пришивной элемент, бантик у ягненка, такая тоненькая ленточка, я не знаю, миллиметр, два миллиметра, наверное, какие бывают ленты, надо поискать, уже пора что-то где-то заказывать, но красота, красота, я, конечно же, очень-очень рада, и у меня почти 10%, по-моему, получилось за раз, то есть где-то было 49, когда я начинала, а сейчас 59, ну, с какими-то там хвостиками, понятное дело, но в общем и целом так. Так что, да, задание второе выполнено. Прежде чем мы сейчас с вами перейдем к третьему заданию, я хочу сказать то, что не сказала еще в прошлый раз, сбило меня просто вот этот домик пряничный, а я нашла ответ на вопрос о том Лоррейн и Лори Бирбингем, одна это та же, дизайнер или нет. Помните, мы когда с вами в планах рассматривали вот этого ангела, ну, вообще всех этих ангелов, да, то, что я собираюсь в апреле с ним стартовать, и я показывала вам, собственно, здесь есть статья, фотография и подпись автора Лоррейн Бирбингем, а нам она всем известна как Лори, собственно, и Пугало тоже в журнале подписана как Лори Бирбингем. Я искала информацию в интернете, вот прямо четко ничего не удалось найти, кроме того, что есть схемы, половина из них подписана Лоррейн, половина Лори, ну, может быть, не половина, да, естественно, я там не высчитывала, не пересчитывала, но примерно вот как-то так, то есть есть и то, и то, а четкой такой биографии нигде нет. И когда я завершила Пугало, разбирала все, нитки, вешала на место работу уже там отутюженную готовую, понесла, естественно, убираясь в папку журнал, ну, естественно, что произошло, я на полтора часа в этой своей папке журналами зависла, листала, рассматривала какие-то другие номера. Конечно же, я смотрю их часто, но не каждый я знаю от и до, не в каждый дизайн я вчитываюсь, и не каждого дизайнера я знаю, да, к тому же, если учесть, что вот в более старых, да, это, смотрите, 95-й год, видите разницу, да, а это какой, 86-й, ну, считайте, почти там 10 лет разницы, немножко журналы изменились, если раньше вот здесь вообще каждая работа не подписана, вот чей вот этот дизайн? Вот, либо Сандра Ортон, мы с вами тоже об этом разговаривали, вот, смотрите, дизайн Сандра Ортон, Донна Йен, кто-то из них, кто-то из них, а кто неизвестно, так вот, здесь уже стали все-таки подписывать каждую работу, и что же я нашла, просто листая очередной номер, я нашла статью тоже небольшую совершенно про Лори Бирвингем, то есть у нас в каждом номере есть отдельно вот мини-рассказ о каком-то дизайнере, и что называется, сравните два лица, во-первых, да, видно, что это один и тот же человек, здесь Лори, здесь Лорейн, главное, что совпадают факты биографии, то есть это действительно уже абсолютно точно одно и то же лицо, и вот это журнал 91-го года, здесь просто рассказывается о том, как вот Лорейн создает свои работы, и, кстати, везде в статье, бля, бликует, везде в статье ее называют именно Лорейн, то есть сокращенное имя вообще абсолютно никак не используется. Это журнал 95-го года, и здесь указано, что в 93-м году она создала свою фирму, сейчас, ну, то есть как бы зарегистрировала, наверное, именно, вот, вот, смотрите, 4 года она занималась разработкой схем, а потом создала вот это, начала, да, Лори Бирвингем дизайн в 93-м году. Возможно, но это просто мое предположение, да, что для более краткого наименования, для более какого-то благозвучного, ну, хотя мне и Лорейн, конечно, нравилось, но неважно, она решила использовать сокращенную форму своего имени, и с тех пор она везде Лори, и мы ее в основном-то знаем как Лори, ну, по крайней мере, я вот до того момента, как я не прочитала здесь Лорейн, я не думала, что Лори это сокращенное имя. Вот так вот, значит, этому совершенно точно уже с вами вопрос решили, но не то, чтобы я прям очень сильно как-то страдала, если бы что-то было не так, да, или не подтвердилась бы информация, но все равно приятно, согласитесь, тем более вот так вот внезапно найти. На этом такое отвлечение, журнальное расследование, прям самое настоящее вышивальное расследование, в общем, мы это все с вами откладываем и переходим к третьему заданию. Утро четверга у меня сегодня, я надеюсь, что день будет отличный во всех отношениях, в вышивальном плане тоже. Итак, кубики, угу, о-о-о, 1, 2, 3, английский сэмплер, то есть ему достается больше шансов, 4, санта, 5, тыква, 6, вишня, ну, давайте посмотрим, так, давайте, кубики, это хорошо. Интересно будет, знаете, с такими шансами выпадет ли действительно, так, это у нас отпадает, выпадет ли сэмплер, так, значит, сэмплер, потом кто, потом санта, тыква, вишня, вот, вот так. Вот таким образом мы будем кидать кубики. Так, сейчас достаю, достаю. Так, ну, опять же, мы кидаем с вами один кубик, поскольку никаких дополнительных указаний нет, значит, как обычно, 500 крестиков, ну, и дальше как пойдет. Так, ну, что, значит, сколько? А, 3, правильно, первые 3 на сэмплер, да, остальное все по порядку. Итак, 1, ну, что ж, значит, ему везет. Действительно, продолжаем английский сэмплер. Я его, по-моему, даже, да, вот еще никуда не запяливала, так что мы сейчас с вами в полном, что называется, размере на него посмотрим. В полном развороте, ах, хотя я, наверное, вам и в прошлый раз-то в полном развороте показывала, да? Когда, когда вышивала, я снимала, наверное, там пяльца. Так, вот, вот он красавчик. Верхняя часть, полюбовались, запомнили и перешли вниз. Тот момент, над которым я работаю. Значит, буду сдвигаться в левую сторону. Помните, рассказывала вам, не хватило мне совсем немножко места в пяльцах, которые здесь были, и я не вышила последнюю вот такую же горизонтальную полосочку темно-зеленого цвета. Вот ее я дошиваю и принимаюсь за цветок. Где я тут закопала свои ножнички? Так, вот, дошиваю последнюю темно-зеленую полосу, принимаюсь за вот этот цветок. Он, наверное, большой сейчас. Сейчас мы с вами это узнаем. Ну да, так он прям приличный. Так, если взять только полосу и этот цветок, то получится, ого, 1298. А так и не скажешь, знаете, он таким хиленьким выглядит. Ну, такие прям тоненькие веточки. Ты думаешь, да что там такого? А на самом-то деле вот это все зашивается, это зашивается. Так что да, мне здесь цветка будет за глаза. А то я уже думала, сейчас еще вот так вот посчитаем. Не-не-не, что в одного цветочка самый раз. Кстати, 49,27% мы с вами точно перевалим за экватор. И знаете, что? Так, интересно вот эти цветочки. Ну, тут насколько можно все-таки разглядеть. Понятно, что вот темный цвет. И внутри, как бы в центре каждого лепесточка, такие светлые, ну, тут не точечки, тут они полосочки получаются. Может быть, их тоже сделать? Нет. Нет. Хотела сказать, может быть, их тоже сделать сатиновым стежком, таким же, чтобы была красота, но очень маленькие. Они высотой прям в один крестик. Я думаю, что не получится. Вот хотела примерно как здесь. Видите? Ну, здесь-то вот это идет высотой в три крестика. А у меня будет в один. Ну, что там вот такусенькая полосочка, мне кажется, вообще будет не видно. Даже вот эти, даже эти крошечные вертикальные, ну, не важно, да, полосочки, они в два. И то маленькие, а в один будет прям... Нет, нет, не буду. Давайте, не буду ничего городить в этот раз. Вышиваю полосу, занимаюсь цветком. Если все это выше, и вообще буду супер молодец. В принципе, цветов тут не так много. Вот. И заменять ничего не заменяю, шью прямо так, как есть. Фиксируем работу и смотрим в следующем кадре, что получилось. Все задуманное на работе вышито. Добавилось 1298 крестиков. Вот знаете, только когда подруга писала отчет, я увидела, что это 298. Вот два бы крестика, да, и 1300. Оно бы звучало как-то гораздо солиднее. Ну, и люблю я просто красивые цифры, но не заметила. Если бы заметила, честно, я бы обязательно где-нибудь, что-нибудь, но какую-нибудь фентифлюшку, конечно, бы дошила. Ну, а так, прекрасный результат. Вот здесь теперь полоса, все полностью готово. Я последнее дошила, звено недостающее. И, собственно, один цветок, как мы с вами все и обговаривали. Не видится, конечно, абсолютно. Это тысяча крестиков, ну, плюс еще каунт очень мелкий. Ну, хотя, конечно, понятно, да, большие по площади вот эти цветки сами. Зашивка такая, в принципе, плотненькая. Даже здесь вот это тоже все не пропуски, да, а светлыми крестиками. Все так сплошняком зашивается. Ну, приличный, на самом деле, приличный элемент. Но как-то все равно настолько изящный вот за счет этих веточек, по крайней мере, у меня какое-то очень обманчивое складывается впечатление. Но работа, конечно, приросла очень здорово. Как и говорила, за половину мы, конечно же, перевалили. Так, 52,4% уже готовы. И помимо того, что перевалили за 50%, еще получилось, что до финиша у меня теперь 19800 крестиков. Ах, было больше 21 или сколько-то. Сколько у меня было, получается? Да, было 21 тысяча, теперь уже 19 с какими-то хвостиками. Это тоже приятно. Мне нравится такой вполне себе рубеж. Лишь, прошли. Ну, и, конечно же, нравится, что эта работа так здорово прирастает. Я думаю, если не предвидится никаких внезапных заданий, которые вынудят меня... Ну, не то, что вынудят, как-то нехорошее слово, только нет. Но, в общем, по моему плану я, наверное, не буду... Старо, как правильно сказать? Я постараюсь не брать в эту игру и не приниматься вообще за американский сэптор до тех пор, пока не вышлю этот. Потому что у меня они как бы идут... Ну, они не то, что одинаковые. Нет, конечно же, там разные совершенно получаются работы, разные они и по цвету, и как-то по настроению. Но все равно они вот несколько похожи тем, что они примитивные, большие такие сэплеры. И мне кажется, все-таки логичнее будет как бы один за другим довести один до финиша и продолжить другой. Но это пока мои такие мысли и планы. А там, кто знает, знаете, может быть, как задание подвернется, это во-первых. А во-вторых, вы прекрасно понимаете, что как любая вышивальщица, вообще как любой творческий человек, я могу в любой момент передумать и сказать, а нет, все будет по-другому. Но пока планы у меня такие. А сейчас в планах брать четвертое задание. Посмотрим, что там у нас будет. Итак, крупный каунт. 14, 27, 28 и крупнее. Интересно. Давайте смотреть, что у меня есть. Ну, собственно, это понятно. Сэмплер американский сразу отпадает. Это крупный, это так, 28 же входит. Ну, правильно, это 14. Да, крупнее тоже, наверное, нету. 27, 28, да. Так, вишня. Вот я все время забываю, на самом деле, что там в этой вишне, в черешне. Потому что лен французский, ну, по-моему, оно все-таки, судя по крестикам, ближе к крупному. Вот они по-другому, да, они пишут, у них другие обозначения каунта льна. Я каждый раз пересчитываю, каждый раз забываю. Вот я где-то вам наверняка это озвучивала. Прям пересчитываю ниточки, потому что они считают это как калий. Столько-то ниток на сантиметр, там, столько-то ниток. У них другая какая-то вот эта система. Не то, что не очень понятная, а вечно я про нее забываю. Так, ну, это 14-й, в принципе, каунт подходит. А это я не знаю. Нет, я каунт не писала. И вот это я тоже не знаю. Но, по-моему, это мельче. Мне кажется, что вот это все-таки 32-й. А вот это, по-моему, это 18-й. Так, вот это точно подходит. Вот это сейчас я уточню. Но, по-моему, и то, и то они большие. Сейчас я посмотрю на крестики. Слушайте, а кто его знает? Это я вот смотрю. Вообще не помню. Не помню я, какой здесь каунт. Ну, нет. Я сомневаюсь, поэтому не буду об этом говорить. Но здесь точно 18-й, наверное, по крестикам. Давайте, конечно, я достану. Я помню, что в маме, там, в самом журнале непосредственно, там вообще, конечно, порекомендован какой-то очень-очень большой, типа, 25-го, что ли, каунт. И в три нити шить. Но я шью, конечно же, меньше. А вот насколько меньше, это вопрос. Так, Санта. Как хорошо было бы помнить все это наизусть. Вот, 18-й точно, значит, я. Глаза мои, я меня не обманываю. Значит, Санта точно не подходит. Но давайте все-таки считать, что колыбельная тоже как-то там поменьше. Неважно. К тому же я ее недавно вышивала. Это, что называется, невелика потеря. Будет на ней прирост. И так был хороший. Смотрите, что у нас остается. А все очень просто. Домик я вышивать не хочу. Меня еще пока не отпустило. Я не готова его снова брать в работу. И вот здесь, опять же, я не помню. Можно, конечно, посмотреть. Но мой глазомер, это вообще штука такая, что... Что-что... Да кто его знает на самом деле? Может, и... Давайте я возьму то, что совершенно точно, без вопросов. 28-й каунт. Это мои тыквы. Вот здесь абсолютно, абсолютно точно. Кстати, может сравнить крестики, насколько это вообще реально. Можно так? Нет, у кого, опять же, хороший глазомер, может ему... Слушайте, а похоже. Похоже крестики. Наверное, все-таки вишня 28-й. Да, крестики очень похожи, но ладно. Оставим некую нотку сомнения в этом все-таки. И давайте примемся за тыквы. К тому же, вы знаете, что при прочих равных я люблю выбирать процессы, которые к финишу ближе. А в тыквах у меня 3,173, а здесь 5,735. Ну, так что понятно, тыквы к завершению намного-намного ближе. Так, очень хорошо, что пяльцы у меня уже переставлены. Вы помните, что в прошлый раз я дошивала тыкву вот этот цветочек и один лепесточек, вот этот желтенький, интимная ножница. Вот здесь вот начало даже не лепесточек, а вот часть лепесточка, потому что, ну, один и тот же цвет, и прямо рядом крестики. Естественно, я не выдержала и сразу ниточку дошила. Ну, и замечательно, раз уж начала, то я сюда и пойду. Получается, даже завиток у меня вот этот вышит бэком. Да, вот мой цветок. Ну, вот насчет этого сомневаюсь. Давайте теперь, ой-ой-ой, здесь тоже, ой-ой-ой. Давайте я теперь открою сагу. И где мои тыквы? 68% уже готовы. К тому же тыквы всегда вышиваются легко и приятно. Мне бы как раз, у меня сейчас вечер пятницы, было бы здорово, если бы я за сегодняшний вечер с этим заданием справилась, чтобы на выходные, как по уже складывающейся, в общем-то, традиции, хотя изначально я об этом совершенно не думала. Я принялась за рулетку и два дня вышивала процесс по рулетке. Так, ну вот смотрите, если я возьму вообще все, то есть весь вот этот цветок, все два цветка, да, вот все, что наверху вот здесь вот находится, у меня получается 1151. Вот, наверное, на вечер это, конечно, многовато. А если я возьму один цветок, ну, наверное, один там будет, ну, кажется, не пополам делится. Один цветок, который побольше, 963. Да, тут сильно погода это не делает, но в любом случае, в любом случае я точно совершенно буду вышивать вот эти цветы наверху. Сколько уж получится, вы знаете, я, наверное, даже не буду стараться вышивать вот конкретно прямо один цветок, потому что я посчитала там 900, это все-таки два цветка, вот этот и вот этот. То есть если прямо уж до одного сократить, оно, возможно, и получится, и прямо хватит мне сегодняшнего вечера на это, но я хочу вышивать по цветам. То есть, ну, будет если разброс, да, понятно, что для отчета, для картинки хочется видеть вот целый какой-то завершенный такой объект, но я все-таки буду вышивать по цветам, если мне это будет удобно, а тут, судя по всему, удобно, тут все элементы рядом, цвета на всех трех цветочках тоже очень похожи, поэтому думаю, что все-таки буду вышивать так. И, конечно, вот эти вот завитушки нижнюю вот эту дошью, и вот эту, ну, если будет, да, если вот эта точно дошьется, а эта, если получится, и тогда у меня... Ой, получилась бы прям верхняя часть, и вообще будет шикарное продвижение вот так. Ну, давайте наше главное, то, что должно остаться в последнем кадре, и будем смотреть, какой получится прирост. Работа с тыквами завершена. Я вышила 1187 с половиной крестиков, и таким образом закончила всю верхнюю часть работы. Все, что я собиралась вышивать, да, план максимум, все цветы, собственно, три, получается, да, три цветка, вот эти усики бэкстичем. Все-все абсолютно я сделала. Я, конечно, этому очень-очень рада. Получается потрясающий, замечательный цветок. Единственное, я вот задержалась на этой работе, планировала справиться с ней несколько быстрее, но неважно, вы знаете, у меня был, я стояла перед выбором, да, или ограничиться вот минимальной нормой в 500 крестиков, и, скажем так, вовремя идти согласно своему обычному расписанию, либо все же задержаться и дошить эту часть работы до конца. Я, конечно же, выбрала вариант дошить, потому что хочется, потому что работа уже очень близка к финишу, можно сказать, действительно, на финишной прямой. У меня теперь уже больше 80% вышито после этого крайнего подхода, и осталось меньше 2000, 1985, да, почти 2, но все же меньше 2. Это тоже, знаете, такой психологический момент очень важный и очень приятный, что действительно вот-вот и будет уже финиш. На самом деле не так много осталось, то есть вот цветы у меня теперь полностью готовы. Вот эта часть, такая тень, наверное, да, она тоже уже была давно выше, это какое-то было задание, насколько я помню, про некрестики, или как-то так оно было сформулировано. В общем, я здесь вышивала рамочку и все вот эти серые тени полукрестом. И остается самый левый угол работы, то есть половина тыквы, кусочек отрезанный, маленькая тыковка, но здесь, по сути, получается сплошная зашивка, то есть очень-очень много крестиков, нигде свободного пространства, в общем-то, и нет. Но еще чуть-чуть, еще немножко, не знаю, наверное, пару подходов, и уже будет работа готова. Это, конечно же, не может не радовать, так что любая задержка по времени, она объяснима и, в общем-то, оправдана. Да и в целом мы с вами изначально договаривались, что нет у меня здесь никаких рамок, я не придерживаюсь календарных недель, но просто хотелось, так вот удачно у нас каждый раунд с вами укладывался в неделю, я люблю такие, да, неделю с понедельника и жизнь с понедельника, я говорю, этот год это прям вообще счастье, 1 января на понедельник, это для таких любителей, как я, это, наверное, просто очень-очень здорово. Но, тем не менее, давайте продолжать дальше, собственно, вот сегодня у меня понедельник уже, да, по сути, началась новая неделя, но Макси рулетка ждет. Давайте посмотрим, что у меня будет выбрано в этот раз. Так, рулетка, Макси, и выбираем. Кто же будет в этот раз? Да, дамское счастье. Я хотела сказать, неужели третьему Лукасу повезет, когда планировала остановиться, да, эта рулетка думала остановиться на дубах, но нет, повезло дамскому счастью. Сейчас я найду, где у меня зима. Итак, я нашла и подготовила работу, и работы, превью, и схемы. Сейчас обо всем с вами поговорим. Ну, вроде бы, как раз вот помещаются сейчас все элементы, которые у меня отшиты, и, в общем-то, помещается весь сэмплер по ширине. Нижний ряд, вот этот вот нижний ряд, и даже вот немножко угол у меня полностью готовы, за исключением пришивных элементов. Вот эти полотенчики, я уже говорила, буду вышивать их в самом конце. И что же мне предстоит сделать сейчас? Мне предстоит начать длинный-длинный-длинный элемент. Монохром, я вот немножко так под углом, потому что лампы, белый цвет сильно очень отсвечивает, поэтому вот так, кажется, будет видно получше. Вот, посмотрите, вот такая длинная-длинная полоса. Это у нас горные, не знаю, горная какая-то местность, да, домики такие шале, вот здесь животные в лесу, люди занимаются. Здесь у нас на лыжах, здесь, по-моему, просто, судя по всему, с палочкой ходит кто-то. Тут малыши на санках, вот здесь не совсем понятно, может быть, просто играет, а здесь, кажется, снеговик. Ну, это то, что можно сказать по превью, вы помните, да, у дамского счастья превью очень даже так себе. Вот, так что предстоит мне такой монохром. Естественно, за один раз я все это не одолею. Напомню, что превью у меня нет, и сказать до того, как вышью, что там будет по крестикам, вообще возможности никакой нет. К тому же, там будут не крестики, там будут аппетиты. Ну, вот, посмотрите, как выглядит схема. Видите, да, общий такой контур. Но, на мое счастье, есть не только такая схема, есть все-таки еще и вот именно в самих этих пяти, да, разложенная по крестикам. Буду вышивать в две нити, так же, как я вышивала вот здесь тарелочки. Смотрится, в принципе, здорово. Вот, полукрест в две нити через одну нить переплетения. Тарелочки, супница отлично вышивалась. По-моему, там никаких сложностей у меня не было. Кстати, когда я понимала, да, что мне пора крутить рулетку, думала, что там может выпасть, что мне, может быть, хочется повышивать, и я, честно говоря, думала про гобелину. Мне хотелось, мне хотелось немножко полегче, немножко попроще. Ну, гобелиновый стежок, в частности, именно вот эти схемы, которые я вышиваю, они достаточно просты в работе. Думаю, вот как хорошо бы мне сегодня так отдохнуть. Ну, так смотрите. В общем-то, что хотела, то и получила. Возможно, даже лучше, поскольку это один цвет, да, заправила ниточки, и сидишь, наслаждаешься, вышиваешь. Сама вот эта схема мне, в общем-то, не кажется сложной. Я думаю, что с учетом того, что это идет вышивка через одну нить, то есть очень все меленько, вот такие протяжки тоже можно будет совершенно спокойно делать, но меня вызывает сомнение вот эти одиночки. Ну, мы с вами смотрим на схему, просто напрягу, это не сильно удобно смотреть. Вы видите вот эти одиночки, одиночные снежинки. Если вот это еще куда не шло, я могу дотянуться. То, что делать вот с этими, я, честно говоря, не представляю. Петит одиночный закрепить, я вообще не понимаю, как. Делать такие протяжки, нет, вы помните, да, французы, они вообще по поводу протяжек не волнуются от слова совершенно, да, вспомните, сколько раз мы это видели на официальных книжных фотографиях, да, как, ну, что там наизнанке творится, их вообще абсолютно не волнует. И я не знаю, вот здесь у меня снежинки, да, тоже такой рассыпанный снежок, но, во-первых, это кресты, во-вторых, они все рядышком, да, то есть даже если где-то я делала протяжки, это было не видно, где я не делала протяжки, там легко просто уж одиночный крестик закрепить, и это не проблема. Вот, одиночный аппетит, я пока не очень представляю, как это вообще все сделать, если именно для снежинок взять в одну нить и сделать, что сделать, просто крестик, ну, через одну нить, как крепиться через одну нить, я вот пока, честно, не знаю, не могу это даже обдумать и придумать, не знаю, пока оставлю снежинки в покое, что-нибудь решу, а потом, смотрю, меня еще вот здесь подобное ждет, вот вокруг слова зима, ну, видите, на превью, по-моему, вообще слепое такое превью, ну, в общем, здесь вокруг слова зима тоже такие снежинки, но вполне возможно, кстати, они будут, а нет, они тоже будут пяти, или не пяти, там вот я увидела, видите, как раз вот слово пяти, там раз оно так, выделены снежинки, а снежинки тоже, вот смотрите, четверть крестика, только тоже снежинки, ну, как вот это все вышивать, забить и вышить вот так вот одной ниткой, не знаю, в общем, ладно, ладно, буду думать, у вас тоже спрашиваю, в конце видео, да, повторю, задам вот этот вопрос, кто вот с таким сталкивался, здесь не видно, здесь не поймешь, есть там у них протяжки, нет там у них протяжек, а кстати, знаете что, такое ощущение, что у них, ну-ка, скажите мне, это только мне кажется, или вы тоже видите, такое ощущение, что это кресты, причем достаточно большие, ну, смотрите, мы прям явно, явно четко вот, ну, опять же, непонятно, то ли превью такое, то ли, то ли, я не помню, вот по низу точно кресты, да, видите, вот такая, сверху, снизу полоса, такое ощущение, что вот это тоже кресты, ладно, Ладно, до крестов мы дойдем, до снежинок дойдем точно не в этот раз. Я начинаю, давайте на нем так, начну с правого, как обычно, угла и буду вышивать. Посмотрим, что у меня появится на работе. И вот они мои продвижения в этом процессе. Честно говоря, совсем честно говоря, я устала, я очень-очень устала. Я вышивала два дня, здесь в итоге вышито 696 крестиков, если говорить именно в перевод. Ну и большая часть, да, так как основная вот эта вот, основная сама картинка, это был пяти, там где-то 1270, что ли, ну приблизительно так. Ну и вот здесь вот там немного крестиков, два ряда. В общем, это как-то было неожиданно сложно, намного сложнее, чем я как-то вообще ожидала и рассчитывала. Нет, смотрится, конечно. Вот я сейчас, знаете, немножко меня уже отпустила, я где-то, наверное, часа два назад закончила вышивать. Пока там были кое-какие дела, было не до съемок, но вот походила немножко, да, отвлеклась, я в другом подумала, подхожу, сейчас смотрю. Нет, ну классно, конечно же, это классно, это такая действительно ювелирная работа. Но как мне все это далось, это просто, не знаю, словами не передать. Вышиваешь, вышиваешь, вышиваешь столько времени, а в итоге, ну посмотрите, ну что здесь, ну полторы мандаринки, вот еле-еле хватило. Я не знаю, чем прямо конкретно это вызвано, да, такая сложность в отшиве. Может быть, дни такие выдались, кто знает. Может быть, все-таки размер, да, снова имеет значение, потому что не поленилась, прям сходила, померила. Как обычно здесь французский люм, не помню, не знаю даже, где здесь указано, не указано, но судя по крестикам, мне думалось, что где-то около там 28-го примерно каунта, потому что крестики приличные по размеру. Но если пяти-то, я вот специально померила, да, гобелины, которые я вышиваю, там получается сетка, и это 10 крестиков в сантиметре. Здесь 10 крестиков укладываются 8 миллиметров, то есть это получается мельче. Плюс то, что, естественно, эта основа не такая равномерная, как сетка та же самая, да, то есть толщина каждой отдельной ниточки, она разная. Может быть, сыграл несколько негативную роль монохром, да, казалось бы, вот одним цветом бери и шей, но вот вспоминая посуду, да, у меня же вот здесь вот эти все тарелочки, супницы, это тот же самый петит, ведь не было там так сложно. Я, по крайней мере, не помню, возможно, вполне возможно, что там пришлось, конечно же, потрудиться, но, не знаю, таких вот каких-то прям ощущений, что, знаете, ох, наконец-то все отмучилось, у меня такого не осталось. Вероятнее всего здесь все-таки сыграло роль то, что есть такие четкие цветные направляющие. Я даже проверила сейчас по изнанке, я вышивала сначала все вот эти цветные полосы, а потом светлыми цветами уже там зашивала, заполняла, как бы ориентиры были. Здесь же их не было, постоянно приходилось считать и пытаться не сбиться, да, вот эти здесь пропуски, может быть, даже, кстати, получится сейчас вот так поближе, да, чтобы прям было виднее. Вот эти окошки, нет, смотрится, конечно, все прямо идеально, филигранно, наверху есть окошко, лось, хотя, я не знаю, судя по рогам, тут не поймешь, то ли лось, то ли олень, все такое в разные стороны, ну, неважно, да. Либо тот, либо другой, потому что то ли это у оленя такие ветвистые, то ли это все-таки такие более пытались плотную зашивку изобразить для лосиных рогов, не знаю, нам, наверное, небольшая важность, один этот зверь или другой, но, тем не менее, считать и как-то все это просчитывать было сложновато. Я, конечно, горда собой, что допустила всего одну ошибку и, ну, скажем, некритичную, где-то внизу, не помню, вот в каком-то из этих вот нижних промежутков маленьких, там нужно было оставить один стежок пустой, а я оставила два. Ну, самое главное, что у меня общее число, да, общая длина ряда, все это сошлось, а то, что там два, а не один, я даже рукой махнула, ни в коем случае перешивать и что-то где-то править я не собиралась. А так, да, прям, особенно первый день, знаете, как-то, наверное, было это настолько неожиданно, что, в общем, у меня там совсем руки опустились, я вышла только вот этот сугроб длинный, то есть длинную часть вот эту снежную и, собственно, нашего лося или оленя, все. А вот домик и горы тоже было вышло во второй день, я там знала, к чему я, да, что мне предстоит, я так прям, знаете, как-то собралась, в общем, силами, смыслями и все, это закончила. Ну, да, было действительно непросто, меня даже, знаете, что в самом начале смутило, вот уже попрятала схему, но думаю, нет, покажу вам. Ну, это, наверное, уже действительно какой-то, ой, вот где вам показывала вот эта часть схемы, да, которая, так, теперь надо подальше, которая идет на общем листе, то есть здесь крестик, крестики, вот он петит, выделен такой обводкой, да, и при этом есть вот этот вот ряд стежков, видите, да, квадратики, вот они как бы, то есть сам значок, это квадратик внутри клеточки, собственно, это вот эти кресты. Которые очень явно видны на превью, что это именно кресты, да, вот такая вот, две полосочки, две обрамляющие такие линии, но меня настолько, видимо, переклинило вот на этих контурах, да, потому что, смотрите, вот все наши снежинки-одиночки, вот они также отмечены тоже квадратиком внутри большой клетки, но тут понятно, что квадратик смещен, да, к одному из углов, это же все-таки петит, а здесь квадратик по центру. И меня переклинило. Я так долго пыталась сообразить, каким же образом я должна вышить петит, чтобы он был вот так вот в середине клеточки, не знаю, наверное, невероятно как-то звучит. Я прямо села, заправила основу, сижу на нее, смотрю, взяла в руки нитки, пытаюсь понять, вот как мне вот эти, да, перекрестия из двух нитей, вертикальных и горизонтальных, как мне туда уместить один петит, чтобы он вот так вот был именно посередине клеточки. Как это правильно сделать, ну, и только потом, уже сильно потом до меня дошло, что на самом деле здесь просто так вот так совпало, да, или я вот таким каким-то взглядом посмотрела, это просто-напросто символ, которым обозначается белый цвет. Уже когда у меня взгляд упал на какой-то другой элемент, вот здесь наверху елочка, елочка, у которой на, ну, вам не видно, что это елочка, но поверьте мне, это вот у нее ствол, и вокруг снежок припорошен белый, а здесь вот эти вот веточки вот так отходят, и тоже снежок. И только увидев здесь эти квадратики, до меня дошло, что это действительно те же самые крестики, потому что я думала, ну как, ну не могли же ошибиться на превью, на превью же кресты, почему же у меня в схеме вот этот петит, который непонятно как, непонятно где в центре клеточки нужно вышить. Ну, в общем, совершенно как-то у меня не заладилось с самого начала, но ничего, я действительно согласна с тем, что выглядит все это классно и шикарно, единственное, что когда я понимаю, что у меня вышита только вот эта маленькая часть, и далась она мне с таким трудом, ай, впереди меня ждет вот это все, меня это просто, знаете, так несколько, мягко говоря, обескураживает. А я еще когда делала фото для того, чтобы сделать коллаж, да, вот это первое фото начало, я так разложила, вот прям, знаете, чтобы у меня все вот так вошло, думаю, ну там сколько-то будет выше, то чтобы хорошо, значит, был виден прирост, фото такие были четкие до-после, угу, сейчас, конечно, разбежалась, значит, и вышла. Крестики вот эти как-то шила, у меня нитка так заканчивалась, я немножко расстроилась, что я их не дошила дальше, думаю, ну ладно, ничего, потом, значит, вышью весь петит, потом продолжу крестики, тоже продолжила, да, сейчас, 10 раз. Вот, так что неожиданно такая получилась история, да, и как вы видите, я вышила горы, то есть я уже решила вот эту часть сделать целиком, но не вышила снежинки, потому что по-прежнему я нахожусь, значит, в раздумьях над тем, как все это вышивать. Буду ждать, буду ждать ваших советов, если у вас есть какие-то идеи, потому что, ну, серьезно, я не знаю, как закрепить, вдвините петит, вот, одиночкой, не представляю. Лен довольно прозрачный, вот смотрите, у вас сейчас лежит ткань, вы очень хорошо видите вот эту линию, это вот этот фон, да, фон, который с линией, собственно, и руки мои, вот они, пожалуйста, видны, то есть лен достаточно все-таки прозрачный. Смотрите, вот эти все по два крестика я вышивала с закрепками, два крестика, закрепка, два крестика, закрепка, все вот эти вот снежинки, они тоже вышивались, ну, максимум я могла вот эти вот две вышить рядышком, да, ну, вот у меня, правда, еще хвостики необрезанные, да, я хвостики обрезаю всегда в конце работы, но, тем не менее, вы видите, протяжек, именно протяжек нет. Нет, здесь между словами тоже я все крепила, то есть слово только само вышивается целиком, еще вам рассказывала, как там возилось вот с этими Оксанами, но они тут хотя бы не как петит, а как полукрест, да, то есть там есть возможность расколнить и закрепить, как, в общем, закрепить этот весь, этот весь, этот весь что, этот снег. Я не представляю, буду поэтому рада вашим комментариям, в общем, кто с таким сталкивался, вы, ну, пожалуйста, мне подскажите, так что вот такое у меня получилось завершение недели, я даже, знаете, забыла подготовиться, но сейчас, наверное, найду свою шпаргалку, нам же нужно с вами, неделя-то завершена, да, даже недели получилось больше, но неважно, игровой раунд завершен, нам ведь нужно подвести итоги, а у меня что-то с этим процессом все совсем из головы вылетело, ну, давайте вместе теперь вспоминать, из чего же мы там начинали. Итак, я повышевала пряничный домик, 655 крестиков на нем сделала и вышила белый цвет, это было прекрасно, у меня, кстати, смотрите, как-то в этот раз много получилось белого. Дальше, приросла колыбельная почти на 1000 крестиков, 927,5, это замечательное продвижение. Английский сэмплер уже больше 1000 получилось, 1298, прекрасный цветок вышелся, да, и полоса, и вообще вот эта левая часть работы, если иметь в виду именно полосу, она завершена, это очень и очень здорово. И тыквы тоже замечательно продвинулись, 1187,5 крестиков, верхний ряд, таким образом, верхний ряд, да, верхняя часть работы, она тоже полностью завершена. И, да, конечно же, зима, ну, давайте посмотрим на эти фотографии, коль уж я их готовила, 696 крестиков у меня готово. И, знаете ли, тут у нас, в общем-то, получается почти-почти 5000, немножко у меня здесь не хватило, но, действительно, да, буквально там 4900 с какими-то копейками. Получается за, ну, не за неделю, да, но вот за этот игровой раунд. Кстати, прошлая неделя, по-моему, я вам это не озвучила, когда вот я записывала тоже в конце и показывала вам такие же фотографии, говорила, где сколько вышед, у меня там оказалась ошибка. Я в английском сэмплере в своей этой табличке не полностью учла, да, не два вышивальных дня, только один и объявила вам результат в 4700 крестиков за неделю. А вот внимательная подруга говорит, а что ж ты там так мало сказала, то было же больше. Да, действительно, я пересчитала, у меня, знаете, получилась прошлая неделя, которая прямо совпала у нас с календарной неделей, это был первый раз, когда я перевалила за 5000 крестиков. У меня в итоге получилось 5160 крестиков, вышито именно за 7 дней, за календарную неделю, это очень и очень здорово. Здесь, конечно, у нас неделя не календарная, но, тем не менее, за один раунд почти 5000 тоже удалось вышить. Это замечательное продвижение. Ну, а я с вами на этом буду прощаться. Хочется начать новую неделю, получить новое задание, отдохнуть немножко от этой зимы. Я надеюсь, что все-таки она мне там не попадется. Будет возможность на каком-то другом процессе отдохнуть. Вам большое-большое спасибо за внимание и до встречи в следующем видео. Пока!